Ну что там? А, фигня. А тут что? Уважаемые телезрители, уважаемые журналисты, и настало время мне сказать о том, что я намерен продолжить борьбу за будущее Украины. Ко мне в автогрот приезжай, со мной поборись. Как вы знаете, в Украине власть захватили националистические, профашистские молодчики. Ну все, завел эту пластинку, сейчас опять. Ярош, поруби, тягни бок. О-о-о! Это люди, которые пропагандируют насилие. Жопа! А жопа из-за евреев, е-мое! А в Израиле они вызывают ужас. Вот это ни хрена себе, вот это закрутилось. Сейчас в Пересерок город снесут, но поверх него новый построят. Как результат, Киев был наводнен вооруженными людьми, которые начали громить дома, культовые учреждения, храмы. А я потом пол Таганрога разгромил. Тут такое у нас в городе было. Все вышли, начали бухать вообще. Это беспрецедентные решения, которые принимались в парламенте способом насилия над депутатами, запугивания, забрасывания их камнями. Вся Россия так работает, идиот! Я получил звонки от членов своей семьи о том, что даже младшего внука занесли в список людей, которых нужно люстрировать. Да нафиг надо! Такая была ситуация, реальна. Во время моего переезда, когда я еще был в Киеве. Нашли опять собачью какашку на пути следования президентского экспорта. Пришлось объезжать. Меня обстреляли из автоматического оружия. О, вообще круто оно! У нас был самолет. Так. Мы вылетели двумя вертолетами. Так. Я передвигался на автомобильных дорогах, и в итоге мы переехали в Крым. Охренеть! Ты как туда попал-то в Москву, блин, а? В Россию я попал благодаря патриотично настроенным офицерам. Что, на вокзале, наверное, сейчас живешь? Нет? Между первым и вторым подъездом. Я в Ростове нахожусь, потому что у меня недалеко, здесь от Ростова, проживает мой старый друг. Какие друзья? У тебя все друзья, алкашина! И я приехал к нему для того, чтобы найти у него хотя бы временное убежище. Зато сейчас весь стаканрок задает, какой ты урод нах. А-а-а! Мы вели официальные переговоры, официальные переговоры с представителями оппозиции, официальной представ... Чего ты умничаешься? Понятнее объясни, вот без этих еврейских прихватов. Я считаю, что Украина наш стратегический партнер. Неправильный ответ. Что ж... Что касается моего возвращения, я вернусь в Украину, как только будут соблюдены условия моей безопасности. Сейчас, я проклили тебя уже здесь. Я также предлагаю провести общенациональный референдум. О, заодно и перепись дебилов проведем. Я еще раз повторяю. Я законно избранный президент. Сейчас вместо одного фонтана 11 фонтанов будет. С кривыми струйками президента включать. Ура! Это моя позиция. И я на ней буду настаивать. Сейчас страна находится 10 лет уже в этой позиции. Крымчане, естественно, не хотят подчиняться. И не будут подчиняться националистам и бендеровцам. Давно не повторяли, давай молодец. Давайте еще не поздно вернуться. Прекратите этот беспредел. Вместе со своими покровителями Запада. Если ты столько рецептов знаешь, ну что сам-то так хреново выглядишь-то. Я же не верю, что ни хрена. Уже сейчас конец ясен. Никогда народ Украины не согласится с вами вместе жить в такой стране. Давайте к нам всей толпой вот этой розовой приезжайте. Меня очень часто провоцирует. Да ладно, часто. Что, два раза в неделю часто, что ли? Я являюсь владельцем. Официально владельцем дома 620 квадратных метров. Сколько? И я всегда там жил. Все остальное, что там сейчас есть, это не принадлежит мне. Все, чувак, ты попал. Домой лучше не возвращаться. Все, я сейчас приду.